Как мы применяем и какой мы получили опыт применения анализа данных, методов машинного обучения в компании Maximum Education? Спасибо. Познакомимся, уже познакомились. Этот слайд, мне кажется, можно пропустить. О чем пойдет речь? Сначала я немножко хочу рассказать о том, кто мы чем занимаемся. Далее рассказать о том, какое основное поле исследований у нашего отдела. Как мы оцениваем активности учеников, как анализируем онлайн-уроки, что из этого можем получить и как стараемся строить распределенные системы хранения данных. Если в двух словах, мы как Maximum Education, компания образовательная, обучившая 260 тысяч российских школьников с использованием онлайн-платформы для проведения уроков контроля выполнения домашних заданий и аналитики прогресса учеников. У нас есть свои собственные методологии учебные материалы. У нас жесткий конкурс по отбору и обучению преподавателей. Как вы видите, на слайде не более 3% становится нашими преподавателями, потому что мы уделяем этому максимальное значение, потому что верим в то, что непосредственно преподаватель является основой для качественного образовательного процесса. И вдобавок к этому уже как-то интегрируем технологии, анализ данных в помощь людям, в помощь нашим преподавателям. Как уже говорил, 260 тысяч учеников прошли наши курсы. Порядка полутора тысяч преподавателей обучают по школьным предметам, помогают с профориентацией, с программированием, с изучением программирования работают в нашем штате. На текущий момент у нас 49 учебных центров, 3000 школ-партнеров и 196 университетов выступают на нашей образовательной выставке «Навигатор поступления». Если немножко поговорить про формат и какие сегменты мы охватываем, это в целом с 5 по 11 класс. У нас есть разные форматы групп. Это стандарт, где один преподаватель и в среднем около 90 человек. Есть максимум онлайн, или мы у себя называем это мини-группы, где один преподаватель и 15 человек, где чуть более развито, наверное, такое персонализированное отношение к аудитории. Есть blended формат, который, мне кажется, наверное, в большей степени удобен, когда вы можете посещать вебинары онлайн и в том числе в классе. Есть индивидуальные занятия, и у нас еще есть дополнительное мобильное приложение, которое позволяет тренироваться, изучать различные вопросы в контексте стандартизованных экзаменов. Если переходить уже к истории о том, чем же занимается наш отдел, хотелось бы поговорить немножко о том, верхнеуровнево, о том, на какие вопросы мы пытаемся ответить и чем мы пытаемся помочь бизнесу. Первое — оптимизация рутинных процессов отдела преподавания. Преподавательский отдел, как я уже говорил, достаточно большой, порядка полутора тысяч человек, занимаются различными вопросами, и есть куча рутинных историй, которые хотелось бы автоматизировать и помочь преподаванию с точки зрения технологий решать какие-то сложности. Второй момент — это исследование пользовательских активностей, потому что, по сути, у нас два основных пользователя, конкретно для нашего отдела — это преподаватели и наши ученики. Поэтому исследование пользовательских активностей, оптимизация процесса взаимодействия с учениками для нас тоже является важным фактором. Но, как показывает практика и опыт, как мне кажется, уже любой компании, занимающейся вопросами анализа данных, необходима еще и инфраструктура для хранения и для работы с данными. То есть мы еще и, в общем, занимаемся разработкой с точки зрения распределенных систем хранения данных. Давайте перейдем тогда немножко к непосредственно тем вещам, которые мы сейчас решаем, которые, как мне кажется, могут быть потенциально наиболее интересными для вас. Первое, что мы делали, вот мы оценивали активность учеников и пытались проанализировать их уровень вовлеченности в наши предметы, в наши уроки. И мы вот сделали такую штуку, которая оценивает потенциальный риск, если с юридической точки зрения говорить, потенциальный риск расторжения договора, что может с точки зрения какой-то такой социальной свидетельствовать о том, что у ученика, например, низкая мотивация, или он там приобрел курс по каким-то, не знаю, другим причинам, и там у него возрастает риск расторжения. И мы сделали такую штуку, которая оценивает по различным факторам вероятность вот этого расторжения, и направляем в сервис, в наш отдел клиентского опыта, направляем вот такие вот, условно говоря, бланки по тем ученикам, у которых есть высокий риск расторжения, чтобы они в какой-то момент созвонились с учеником или с его родителем, и мы постарались выяснить причину, по которой этот риск начинает возрастать, чтобы потенциально можно было закрыть какую-то проблему, которая сейчас наблюдается у наших учеников. Если немножко поговорить про технику, в принципе, там относительно все просто. Есть несколько источников данных, которые у нас обрабатываются оркестратором событий Airflow, вытаскиваются различные данные, готовятся для обработки предварительно обученной модели и уводятся на веб-апе для дальнейшего использования различными сервисами. Это может быть какой-нибудь биоотчет, либо вот та же рассылка в сервис, либо, может быть, для того же преподавания, чтобы предоставить нашим коллегам обратную связь для взаимодействия с тем или иным учеником. Это касательно активности, касательно оценки активности наших учеников. Есть вторая история. У нас, как мы заметили, очень большой наплыв объемов данных конкретно видео. Да, ну вообще логично. Образовательная онлайн-компания, которая предоставляет образовательные услуги в формате онлайн, очевидно, будет иметь большие объемы данных с точки зрения записанных видеоуроков. Мы, поскольку как-то достаточно ответственны с точки зрения качества, ребята хотели, не то, что хотели, мы хотим аудировать, проводить аудит качества проведенных онлайн-уроков. На текущий момент, к сожалению, этот аудит проводится в большей степени вручную. Как показывает практика, проводить вот такую оценку вручную может быть очень сложно, потому что там может быть, например, у одного преподавателя порядка 50 уроков в году, а его уроки должен просматривать руководитель, его непосредственный. А у этого руководителя может быть не один такой преподаватель, их может быть 10 или 15 или 20. И, как показала практика, не более 5% видеоуроков у нас просматривается. Проблема, да, хотелось бы охватить побольше данных. Вот, и мы еще столкнулись с той историей, что у нас действительно не так много информации, именно оцифрованных данных из вот этих видеоуроков. То есть объемы большие, да, но непонятно, как их анализировать. Мы пришли к такой мысли, что современные технологии могут нам позволить детектировать и определять в видео очень много различных, как нам кажется, важных историй. И мы решили сделать как-то эдакую автоматизацию оценки качества онлайн-уроков. Тоже, если говорить про технику, все относительно просто. У нас есть ряд данных, которые хранятся о проводимых уроках в нашей базе, в нашем модуле. Есть непосредственно видеоуроки, которые на текущий момент там хранятся в зуме, либо в кинескопе. Вот, и мы, собственно, что решили сделать? Решили начать обрабатывать как-то эти видеоуроки, распознавать речь и пытаться вытаскивать какие-то инсайты из этих занятий. А далее уже предоставлять там для нашего преподавания отчет онлайн, в котором можно было посмотреть ту или иную статистику по проведенным урокам. И вот сделали еще такой веб-сайт, наверное, а-ля YouTube или Routube, где можно зайти, посмотреть каждый из уроков и посмотреть на какие-то различные метрики вот тех или иных преподавателей. Тут я немножко поподробнее расскажу. Мне кажется, интересная штука. То есть сейчас это выглядит как такой действительно эдакий YouTube, куда может зайти руководитель преподавания, выбрать там себя, выбрать преподавателя, по которому он хочет посмотреть результаты анализа урока и выбрать его какую-то учебную группу. Ну и, собственно, открывается просто страница с видеоплеером и с различными метриками. Там, например, дата проведения урока, дата фактического старта, дата первого появления в кадре, потому что бывают иногда такие ситуации, когда преподаватель может подключиться к уроку значительно позже даты старта. Для нас это критически важная вещь, поэтому мы хотим это отслеживать, и мы сейчас это отслеживаем. Мы распознаем просто преподавателя в кадре и фиксируем, по сути, время его появления. Есть метрики по визуальным характеристикам, например, жестикуляция. Для нас также важен рационал жестикуляции, где руководители могут зайти вот на этот же сайт и посмотреть моменты времени, где преподаватель использовал кисти рук при объяснении той или иной темы, чтобы можно было посмотреть, что он рассказывает, когда он жестикулирует. Или, например, визуальный контакт, то есть модель, которая нам показывает вероятность смотрения в камеру, что очень важно конкретно в онлайне, потому что очевидно, что когда, так сказать, неживой урок идет, преподаватель должен поддерживать этот зрительный контакт с аудиторией. Это лучшим образом происходит только тогда, когда он смотрит непосредственно в камеру. И, собственно, вот есть несколько там, как это, 15 точек, насколько я помню, для того, чтобы можно было посмотреть в каждом моменте времени, какой хороший или плохой был визуальный контакт у преподавателя. Дополнительно ко всему этому мы используем еще детектирование обращений преподавателя к тем или иным ученикам, чтобы можно было дать, например, обратную связь тому же преподавателю, что вот там ты упустил такого-то ученика на этом уроке. Мы уже детектируем такие случаи, когда мотивация учеников начинает падать, если преподаватель к нему не обращается на протяжении урока. Какие-то случаи перевели даже к расторжению, потому что вот не было задействования, и ученик терял мотивацию. Интересный кейс. Либо, например, использование анализа чата. Вот здесь, например, хорошо видно, что в первой половине урока у преподавателя, видимо, было бурное взаимодействие с учениками, и там активность в чате, вот по графику, прям видно, что она была прям высокой. Потом они сделали перерыв, вот, и во второй части урока уже активность сильно снизилась. Это плохо. По сути, активность должна быть равномерна на протяжении всего урока. Вот. С этой историей мы также можем вернуться к преподавателю, дать ему обратную связь. И такая немножко эвристичная модель – это распознавание эмоций, визуальных эмоций преподавателя в кадре. Вот. Как показывает практика, очень здорово, когда у преподавателя как-то на первых местах наблюдается эмоция радости, иногда нейтральности, что важно. И, наверное, все. Но были интересные случаи, когда был живой преподаватель, очень живой, вот, и у него распределение эмоций было более-менее равномерным. Вот. И мы прям смотрели потом действительно в кадре, проверяли работу этой модели, и оказалось, что он действительно менял немножко настроение, пытался взаимодействовать с аудиторией и вести себя, ну, вовлекающе. Вот. И действительно у этого преподавателя метрики образовательные были немного выше среднего, что, как для нас, является неплохим результатом с точки зрения именно контроля качества. Про анализ данных видео и пользовательские немножко поговорили, да, но мы не можем, как показывает практика, двигаться в историю с машинным обучением, извините, тем же анализом данных без той или иной инфраструктуры. Мы сейчас в Максимуме разрабатываем хранилище данных, которое позволит нам централизованно обращаться к различным сущностям и которое упростит немножко процесс получения данных и хранения исторических данных, потому что, как показывает практика, иногда архитектуры баз построены таким образом, что не всегда удается реализовать ее так, чтобы сохранять, например, те или иные изменения в тех или иных записях. Это, как показывает практика, иногда проблема. Вот. Хотелось бы фиксировать наибольшую часть изменений в наших источниках данных. Поэтому мы вот решили пойти в сторону развития хранилищ данных. Сейчас реализуем, как это, классический подход с разделением по слоям, где у нас так называемый абстрактный слой бронзы соответствует просто сырым данным, то есть мы собираем в какое-то единое хранилище данные как есть, то есть так, как они находятся в своих источниках. Далее готовим на стороне абстрактного слоя silver, готовим уже предобработанные данные в полуготовых, так сказать, таблицах для использования, после чего уже вот эти полуготовые таблицы собираем в gold слоя и реализовываем уже скорее бизнес-логику, которой можно непосредственно пользоваться в конечном итоге. Ну и там, например, можно строить те или иные витрины данных или создать просто какую-то небольшую базу данных на базе gold слоя, консолидировав какие-то отдельные части из gold слоя. Либо все. Если тоже немножко про технику поговорить, как это сейчас устроено. То есть у нас есть различные источники, есть бронзовый слой, в котором хранятся данные как есть. Мы с помощью Spark и Airflow готовим различные пайплайны для сбора этих данных в silver слой. Аналогичная история, но уже на следующем шаге также Spark и Airflow переходят в gold слой и оттуда уже выводим на непосредственное использование для пользователей вот по стороне там датамартов и так далее. Вот как кому будет удобнее, в зависимости от наших заказчиков с точки зрения аналитики. Вот в целом, коллеги, у меня по части нашего пользовательского опыта все. Могу сказать, что это далеко не все истории, которые мы реализовываем сейчас. Это далеко не все истории, которые у нас сейчас есть. И, например, анализ видео привел к тому, что мы начали создавать собственную видеоконференц-платформу для того, чтобы можно было проводить онлайн-уроки. И на текущий момент мы пытаемся персонализировать взаимодействие с учениками на базе уже онлайн-уроков и пытаться проводить уроки с большим числом учеников. То есть также добавлять модели распознавания положения в кадре у ученика, фиксировать его фактическое присутствие перед камерой, чат-ботами давать ему какую-то вспомогательную информацию на уроке, потому что один преподаватель может с большим числом учеников не справиться. И так далее. Давать обратную связь родителям и так далее и тому подобное. Не внес в презентацию, потому что пока что находится в стадии разработки и в таком раннем тесте. Вот. У меня все по презентации. Спасибо. Большое спасибо, Павел. Я смотрю за нашей трансляцией. У нас тут действительно много людей. Они всячески поднимают вверх большие пальцы и ставят нам рукопожатие, обозначая нашу приязненность к нашему проекту и всяческое уважение. Вот. Я призываю наших слушателей формулировать вопросы, потому что у вас уникальная возможность получить ответ из рук специалиста. Пока наши зрители зреют и свои большие пальцы направляют на клавиатуры своих устройств, в которых они нас слушают, я, пожалуй, задам вопросик от себя лично, потому что мне было действительно очень интересно. В этом есть много созвучного с тем, что мы делаем, потому что мы по долгу своей деятельности занимаемся и анализом данных московского образования как такового. Это очень большая система. И анализом данных того, что происходит в нашем университете. Мы тоже большая организация, которая много всего генерирует. И вот многое из того, что вы упомянули, оно, с одной стороны, созвучно, а с другой стороны, хочется дружить и хочется копилироваться. Это действительно очень интересно, все, что касается и сбора данных, и их организации, их доступности различным аналитикам, тем, кому эти данные будут важны, потому что все мы знаем, что собрать данные – это одна история. Извлечь из них какой-то смысл и сделать эти данные полезными и нужными – это какого-то есть, собственно, благородная миссия, над которой мы все работаем. Так вот, по поводу вопросов. Первый такой чисто педагогический. Насколько я понял, у вас значительная часть вашего процесса состоит в общении в видеоформате между преподавателем и учащимся. То есть они сидят и общаются. Мы, педагоги, знаем, что общение – это такая очень многообразная вещь. У нас был такой Антон Семенович Макаренко, который мы все тут любим, и он говорил, что одну и ту же фразу, например, «Ну все, ты можешь идти», можно произнести с 20 разными интонациями, и смысл будет радикально противоположный. Один человек убежит, другой, наоборот, бросится в объять. Вот как средствами аналитики можно извлекать какие-то тонкие смыслы из взаимодействия? Вроде бы текст один и тот же, а смысл, результат другой. Вот есть ли для вас такая тема или нет? Если мы, допустим, берем чисто один и тот же текст на другой смысл, наверное, передать его или как-то проанализировать его с точки зрения вот какого-то цифрового взаимодействия будет сложно. В результате распознавания речи тоже, в принципе, это такая достаточно большая проблема, но там, допустим, добавляются уже такие вещи, как интонирование. Можно определять интонирование, можно определять там какой-то эмоциональный фон, и это, в принципе, впоследствии может нам помочь определять, как это фон той или иной части речи преподавателя или ученика, в частности. То есть, в принципе, это, я думаю, вполне себе возможная история, но я думаю, что достаточно как-то сложная. Вдобавок к этому можно же автоматизировать еще анализ чата, чтобы, допустим, вырабатывать какие-то, точнее, определять какие-то индивидуальные особенности тех же учеников и давать, например, подсказки преподавателю в автоматическом режиме, чтобы он понимал, что вот так с этим учеником можно взаимодействовать вот так, и что у него есть вот такие-то особенности, он хочет вот чего-то вот такого, и я выстрою общение с ним вот таким образом. То есть мы сейчас тоже идем в эту историю с точки зрения именно профилирования пользователей и какой-то дополнительной обратной связи для преподавания. Понятно. Ну, вот по нашему опыту анализ видео – это вообще достаточно сложная вещь. Так и есть, да. Потому что это как бы поток, в котором очень много всяких параметров. Так и есть. Человек как-то с грехом пополам еще понимает, что происходит, а когда мы начинаем натравливать алгоритмы, они там в значительной степени путаются. Так и есть. Вот как вам, насколько вам удается подобрать вот арсенал инструментов, которые будут извлекать максимальное количество смыслов из видео? Мы вот ровно о таких вещах думали в самом начале, когда брались за этот проект, потому что очевидно, что взять и сделать что-то классное сразу практически невозможно. Поэтому мы решили пойти вот в историю с тем, чтобы создать интуитивно, как нам кажется, возможные и понятные для преподавания истории. И сделали вот этот портал, где руководители преподавания могли бы заходить и проверять, условно говоря, работу наших моделей, да, и при этом реализовывать часть какой-то своей, ну, автоматизировать, часть какой-то, какую-то часть своей работы. Вот. И мы сейчас как бы вот находимся в этой, условно говоря, первой итерации, когда мы отдаем вот эту платформу на использование преподаванию и взаимодействуем с ними с точки зрения вот получения от них обратной связи для улучшения этой платформы. Потому что, очевидно, там, да, там очень много может быть различных событий, с которыми работать потенциально, ну, сложновато, проблемно. И как-то, может быть, очень много вопросов. То есть мы пока вот как-то идем итеративным путем. Сделали, отдали, они попробовали, вернулись к нам с обратной связью, вот, и мы как-то внесли коррективы, отдали им опять, вот, и идем вот таким образом в улучшение этой платформы. Большое спасибо. Нам поступил конкретный вопрос. Алексей спрашивает. Здравствуйте. Вы дообучаете open-source модели или с нуля обучаете свои? И на каком языке программирования нейронки работают в вашем продукте? Какие-то мы вообще используем готовые, какие-то дообучаем, какие-то реализовываем сами. Например, там, модель визуального контакта делали самостоятельно, потому что, ну, как-то были определенные требования для нее конкретно. Вот, мы ее доделывали, точнее, реализовывали самостоятельно. Касательно языка программирования, у нас все сейчас реализовано на Python. По фреймворкам, там, классическая история, вот, TensorFlow, PyTorch для глубокого обучения и, там, scikit-learn для каких-то прочих моделей классического машинного обучения. То есть, это достаточно широкий арсенал. Да, там как раз была вот эта вот идея в том, чтобы создать интеллектуальную систему, которая бы в себе агрегировала ряд нейронных сетей, да, или, там, модели машинного обучения и давала бы нам, вот, так сказать, ну, определенный профит, что ли, вот, со стороны вот этой вот агрегации. Агрегации, вот, потому что, как показывает практика, тоже какие-то серьезные вещи очень часто сложно реализовать на базе какой-то одной модели, да, потому что одна модель очень часто не может предоставить вам хорошего уровня обобщения. Вот, и поэтому мы и пошли, как бы, в историю вот консолидации, агрегирования вот этих моделей искусственного интеллекта. Очень интересно. Задам вопрос вот по аналогии с тем, что сейчас происходит, вот, в медицине, например. Медицина – это тоже область, где очень многое зависит от данных, все эти диагнозы, там, получение картины, там, что происходит с больным. И там, вот, медики, когда мы с ним общаемся, говорят, что вот у них есть проблема, связанная с разобщенностью данных, связанных с пациентом. То есть, с пациентом работают многие организации, но все они очень не хотят делиться своим знанием о пациенте, что, в общем-то, не очень хорошо для самого пациента. Вы понимаете, да, к чему я кланю? Я думаю, что с учащимся примерно та же история. С ним много кто работает, но вот то, что они получают, они как бы хотят иметь как свое конкурентное преимущество. То есть, ваши школьники наверняка, они сидят в каких-то школах, наверняка они там в каких-то департаментах наблюдаются. Да. Вот насколько вы открыты, насколько вы готовы к общению с людьми, которым интересно, ну, работа с данными, связанная с учеником? В целом, мы готовы, мы открыты. Единственное, мы всегда просто заботимся вопросом персональных данных, стараемся всегда деперсонализировать тот или иной наш опыт. Ну и, безусловно, как это мы с аккуратностью относимся к тому, чтобы делиться очень свежими данными, потому что, безусловно, терять какое-то конкурентное преимущество не хочется. А в остальном, как это мы открыты, и вот с завтрашнего дня на Хакатоне мы это, в принципе, продемонстрируем. Ну что ж, я вообще считаю, это замечательный кейс. То есть, мы хорошо понимаем, что ваши данные – это ваше богатство, которое нажито большим трудом. И мы очень рады тому, что у нас появляется кейс, что вот компания, которая работает на рынке, готова предоставлять данные для анализа студентов, естественно, при соблюдении всех вот этих условностей по обеспечению безопасности. То есть, мы считаем, что это очень хороший кейс, и наш университет открыт к сотрудничеству, будем очень рады с вами общаться, и что-то делать вместе было бы очень интересно. Спасибо, взаимно. Мы надеемся, что ваши студенты смогут предоставить нам какие-то новые, может быть, инсайты, какие-то новые мысли, может быть, какой-то креатив. То есть, вот я как-то за то, чтобы устраивать вот такой обмен. Да, мне кажется, это правильно. Да, спасибо. Спасибо.